Минуты казались часами на вас оттачивать свое мастерство. Таиланд не Россия. Кроме моря, пляжей, храмов, одной из главных достопримечательностей Таиланда считается тайский массаж. И не зря. Тайский массаж удивительная вещь. Очень полезная, расслабляющая и дешевая. Искусство классического тайского массажа формировалось под влиянием древней культуры Китая и Индии и приобрело нынешний вид благодаря долгой практике, наблюдению за природой человеческого тела, методом проб и ошибок, создавая четкую систему оздоровительной терапии. Цена тайского массажа в Паттайе во всех массажных салонах примерно одинаковая. В среднем один час тайского массажа стоит 200 бат. Но если поискать, можно найти и за 150, а если поискать еще лучше, то и за 250 – 300 бат. Есть и за 100 бат, но эта цена подозрительная. Одно из двух. Либо массажистки криворукие, либо начинающие, и они будут на вас оттачивать свое мастерство. Стоимость массажа в Паттайе зависит от того, какой именно массаж вам нужен. Основные виды массажа в Паттайе – собственно тайский, масляный, массаж ступней, массаж лица. Также часто можно встретить массаж салоя вера и аромомассаж. Лучшие массажистки – женщины от 35 до 45 лет. У них уже и опыт имеется, и физическая сила. Так что материалом для обучения начинающей массажистки в таком салоне вы, скорее всего, не станете. А если около массажного салона восседают одни кокетливые девицы? Дело ваше. Но мы бы поостереглись делать тайский массаж в Паттайе, в подобном салоне. Но все равно, когда будете проходить мимо, улыбнитесь им в ответ. Это ни к чему вас не обязывает. Просто Таиланд, не Россия, здесь не принято гулять угрюмым. Что представляет из себя тайский массаж? И что в нем такого особенного? Вот лишь несколько фактов. Прикосновение профессионального массажиста может замедлить пульс, а также понизить кровяное давление. Гай Юлий Цезарь делал массаж для профилактики эпилепсии. Массаж и легкие поглаживания ушей укрепляют иммунную систему. Качественный массаж улучшает кровообращение, облегчает боль и даже избавляет от симптомов гриппа. Массаж повышает уровень эндорфинов, гормонов счастья. Поэтому отзывы о тайском массаже всегда наполнены позитивным настроением и радостью. 60 минут массажа восстанавливают тело как 7-8 часовой сон. Массаж, возможно, самый старый способ оздоровления. Изображения, очень похожие на его приемы, находят еще в древнеегипетских гробницах. Однажды мне довелось побывать в тайской деревушке на берегу реки Квай. Туда меня пригласили мои друзья. В эту деревню мы приехали вечером. Меня поселили в бунгало, которое было построено прямо в воде на берегу реки. После аппетитного ужина под звуки джунглей, в которых угадывался стрекот цикад и голос тайской кукушки, друзья рассказали мне о женщине из племени Мон, которая проживала в этой деревне. По их словами, люди этого племени владеют необычной техникой массажа, которая вводит в нирвану. Я заинтересовался, и друзья предложили мне испытать эти ощущения. Они провели меня в дом этой женщины. Дом был скромным, сделанным из дерева и тростника, но наполненным атмосферой тепла и гостеприимства. Внутри меня встретила улыбающаяся женщина в национальном традиционном наряде племени Мон-Она, предложила мне усесться на низкую деревянную скамью и начала расспрашивать о моем самочувствии. После короткого разговора она пригласила меня лечь на низкую койку, покрытую цветным матрасом. Начался тайский массаж, совершенно отличный от того, что я прежде испытывал. Руки женщины двигались, словно читая мою энергетику. Она использовала различные техники, включая давление, растяжки и кружащие движения ладоней. Вероятно, она воздействовала на какие-то точки, потому что мне было то жарко, то холодно. Под звуки природы за окном, каждое прикосновение казалось частью естественного ритма джунглей. Минуты казались часами, и в конце сеанса я почувствовал себя словно перерожденным. Женщина улыбнулась, словно понимая, что я пережил что-то особенное. Она поделилась секретами своего искусства и сказала, что тайский массаж для нее – это способ передать энергию и любовь. Вернувшись в бунгало, я почувствовал, что побывал в другом мире. Этот вечер в тайской деревушке на реке Квай стал одним из моих незабываемых воспоминаний. Видов массажа в Таиланде огромное количество. В одном видео и половину информации будет сложно продемонстрировать. Лучше я вам покажу, как после тренировки воздействия на определенные зоны и точки проясняю сознание. Биптини-тамай – для облегчения дыхания, для поступления кислорода в мозг и в глаза. Есть точки на голове, их массируют, и тогда головокружения не будет и быстрое восстановление. Это же самое, когда Чен борется. Когда они борются, то вы бросаете, и вы бросаете. Если партнер наносил много ударов, восстанавливается так же, чтобы голова не кружилась. Не так, пам-пам-пам-пам, кто-то делает это. А что? Почему? Это значит, что в голове, что в голове, что в голове не кружилось. Ну, на самом деле сознание проясняется. Ага. В конце раунда я в голове был туман, а сейчас как будто только размялся. Всегда, говорит, некоторые тренера начинают массировать плечи, грудь. А зачем, говорит? Когда в голове темнота, не помогут мышцы. Эти места стоит посетить каждому хотя бы раз в жизни. Время, проведенное здесь, даст возможность почувствовать себя по-настоящему живым каждой клеткой тела. Избавление от мышечных зажимов и негативных эмоций поможет освободить внутреннюю силу, которая заложена в каждом индивиде, что способствует изменению всей жизни. Кардинально. В общем, Таиланд – сказочная страна, там даже мера Земли называется – рай. О нем можно рассказывать бесконечно. Ставьте лайки и оставляйте свои вопросы в комментариях, таким образом вы поможете развитию нашего канала.